Росгвардия увеличила количество патрулей в условиях пандемии. Они обязаны выяснять у граждан причину нарушения режима самоизоляции за тем, как проходят такие рейды. Наблюдает наш корреспондент Денис Алексеев, и сейчас он к нам присоединяется. Денис, приветствую. Итак, много ли тех, кто нарушает режим самоизоляции, сейчас находятся на улицах? Да, вновь приветствую. Начну с того, что распределение нарядов патрульно-постовых служб, участковых и патрулей Росгвардии, о которых вы начали, сейчас и в округах, и в районах Москвы, и в Подмосковье проходит по следующему принципу. Больше патрулей направляют туда, где индекс самоизоляции, о нем уже, кажется, знают все, не только в Москве, но и в стране. Сейчас направляют, где этот индекс меньше. Это значит, что низкий индекс показывает, что есть с кем работать и есть кому еще рассказать о том, что лучше сейчас сидеть дома. И делают это, в частности, как мы сегодня видели, сотрудники Росгвардии в масках, в перчатках, предварительно пройдя все процедуры санитарные. Давайте послушаем, что на этот счет нам рассказали. Оснащены всеми специальными средствами для обработки рук. Также регулярно обрабатываются машины перед выходом, это обязательно. Обрабатывается салон, чтобы все чистенько было. Плюс, соответственно, маски, перчатки. Даже, как видели, есть запасные на случай, если кому-то гражданам передать. Действительно, когда встречают Росгвардейцы кого-то без маски, кого-то, кто направляется в место большого скопления людей, тому вручают с удовольствием маску, а то, если вдруг, и перчатки. Если такое тоже необходимо. Вот мы сегодня работали в Люберцах, и здесь чаще, конечно, попадаются жители, которые выходят либо в продуктовый магазин в ближайший, либо прогуляться с собакой в радиусе 100 метров от дома. Но вот, к сожалению, если верить статистике, таких жителей сознательных все меньше. Сознательных, потому что сегодня нам даже они сами рассказывали о том, какие меры безопасности они принимают и советуют своим близким и соседям. Я из дома выхожу где-то раз за два недели, исключительно в магазин. Хорошо он рядом. Во-первых, не выходим, во-вторых, что, домой приходишь, все уже снимаешь, то стирать и это, и руки сразу мыть, и все такое. У вас перчатки смотрят? Ну и перчатки, это я дверь открываю, и потом прихожу, стираю дома все. Но вот, к сожалению, если брать всю Москву, таких сознательных не так много. Вот статистика за минувшие выходные такова. Почти полторы тысячи административных протоколов было выписано сотрудниками полиции тем, кто нарушал режим самоизоляции, выходя на улицу, в группах или выходя в гости куда-то. Так вот, таких почти полторы тысячи протоколов было выписано. Штрафы, предусмотренные за это, четыре тысячи рублей минимум. За повторное такое нарушение пять тысяч. Чтобы соблазна было меньше, вот так просто, без веских причин выходить на улицу или приезжать в Москву гулять, то со среды вводятся специальные электронные спецпропуска, наличие которых будут проверять у пешеходов сотрудники полиции, а у автомобилистов на въездах в город сотрудники ГИБДД. И вот как это будет. С 15 апреля сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории города будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей автотранспорта. В связи с этим возможны затруднения в движении. Пожалуйста, заранее планируйте время своей поездки. Без крайней необходимости не покидайте жилища. Не забывайте заблаговременно оформить цифровые пропуска. Цифровые пропуска можно начать оформлять уже с сегодняшнего дня. Вот такая информация, коллеги.